Друзья, привет! Сегодня у меня ответственный день. Во-первых, я еду на фотосессию с Настей Задорожной. Так что да, я всячески готовлюсь к этому и думаю, что классический макияж в этом плане мне не повредит. Для этого я беру сначала тени карандаш от NYX, Djunga Eye Pencil оттенка Dark Brown 62-го. Теперь я наношу во внешние уголки верхнего века. Да, пока это абсолютная красота. Растушевываем прям пальцем, потому что почти все кисти я уже, конечно, убрала. Ну, то есть не все, но многие. Как-то у меня слева получилось больше. Друзья, друзья, я хочу, чтобы вы в комментах написали, в каком макияже вы сами чувствуете себя наиболее уверенно. То есть когда вам нужно хорошо выглядеть, вот что вы на себя наносите. Мне это будет очень интересно. Так, теперь его же немножко на нижнее веко. В нижний уголок нижнего века. Так, это у нас будет растушевываться уже по ходу. Теперь мы берем тени. Вот такие бежево-золотистые, горчично-золотистые, не знаю, как их назвать. Наносим наверх на подвижные века. Так, моя любимая вращеваемая чулка, как всегда, лезет. Так, очень хорошо. Теперь мы с вами берем просто темно-коричневые тени и наносим их в складку между веками. Эти же тени мы наносим во втором слое, на те темно-коричневые, которые у нас уже есть, потому что эти вот тени карандаш, они, ну, растушевываются не очень ровно. Им нужно помочь другими тенями поверх них. Так, этот же цвет мы аккуратненько наносим на нижние века. Самый большой плюс этих карандашей, никсовских, что благодаря ним тени хорошо держатся. Это хорошая цветная база под другие тени. Так, вот наши глазки готовы. Барти готовы. Мы берем хайлайтер. У меня эссенс, разбитый просто на куски. И наносим его под бровь. Заодно этим же цветом мы чулка. Растушевываем темно-коричневые. Букавок глаза. Букавок глаза. Букавок глаза. Теперь в ход идет жидкая подводка. У меня темно-коричневая, чтобы... Ну, глазки и так получились довольно яркими, но чтобы не было еще хуже. Еще ярче. Так, и... Так, обломок тени у меня на висках. Так, и рисуем стрелку. Вечером свидания. Так что выглядеть нужно просто ва-ва-ву. Так, и... Продолжение следует... И заодно, возможно, в комментариях вы напишите любимую фирму подводки, которую вы используете. Да, хочу вас как-нибудь привлечь к своим видюшкам и использовать имеющуюся у вас, друзья, информацию. У меня сейчас подводка вот эта коричневая NYC. Это очень хорошая фирма, но у нас она не продается. Помню, их тогда давно продавались, когда еще была в курсе на первом, но почему-то больше их нет. Так, вот такая у нас стрелочка, очень длинная, не очень ровная. Ну, что поделать? Так, тушь. Риммель, наш акселератор. Я думаю, я могу уже этого не говорить, вы и так в курсе. Так, наносим. Так, и вот единственный минус этой подводки. Она непонятным абсолютно образом стекает на нижнее веко. Вот так. Так, билет спойнен. Вот подводка, это очень хорошая, считая вот этого странного отпечатывания, которое я отчасти списываю на свою нестандартную форму глаз. На самом деле, они у меня очень глубоко посажены. Вот, из-за этого бывает проблема, там, ресницы в уголках прокрасить, ну и многие другие прелести. Так, пока это все у нас подсыхает, займемся губами. Губы у нас будут красные. Сначала мы берем карандаш, Maybelline, оттенка 547, Please Me Right. Название прелести. Так, и обводим губки. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Бедная Катюня. Так, речневатые румяшки. Совсем чуть-чуть-чуть. Макияж получился яркий, так что совсем капельку над скулами. Вот так. Так, смотрите. Ну все, я побежала к задорожной. Вы не скучайте и увидимся. Спасибо.